Приветствую вас. Во-первых, почему вы решили, что это выпад и что это нападение? Почему вы считаете, что человек на вас этими словами напал? В чем вы для себя здесь видите угрозы? Это первое. Потому что фактически, может быть, да, человек вас посилел и вам это не понравилось. Потому что он почувствовал, вы почувствовали, что он поставил себя выше вас таким образом. Это правда. Но, возникает вопрос, почему вы вызвали в человеке жалость? И я могу ответить на этот вопрос только тем, что жалость вы вызвали в себе непринятием полностью той ситуации, которая с вами произошла. Ага, и непринятием видео, неполным проживанием видео. То есть вы блокируете какие-то эмоции, связанные с этой ситуацией в целом, которую вы описываете. Вот. И, собственно, человек на это реагирует. Человек как раз таки отзеркаливает вам то, что вы сами по большому счету ощущаете. И то, что вы, ну, взбесились, то, что вы злитесь, это триггер. Вы получили пусковой механизм для освобождения злости и чувства, что вас бесит, чувство агрессии. Но только все это было вам блокировано ранее, когда эта ситуация произошла. А вы, повторюсь, ее не приняли. Вы, повторюсь, ее не прожили. Вы, повторюсь, вошли в нее, справляетесь с ней до сих пор. Больше сознательными ресурсами, нежели чем эмоционально, чувственно и так далее. Вот. А формально, чисто формально, женщина, которую вы описываете, ваши личные границы наручила, конечно, сказала, что вам так навезет и то, и то, и то, и то. Но это связано только с тем, что она увидела это в вас и отреагировала вам то, что вы сами чувствуете. Либо перенесла на вас некие свои моменты, которые уже волнуют ее, но вы эти моменты зацепили. То есть эти моменты вас разозлили, эти моменты вас задели. С чем это связано? Ну, если задевает жалость, если задевает вот такое позиционирование несчастным, ну вас как несчастного человека, да, так как такую жертву, то здесь есть потребность в том, чтобы оперяться на кого-то. Здесь есть давление, ответственность их достаточно большое. Здесь есть проблемы с расслаблением и так далее. Следующий момент. Сломанная рука – это взаимодействие с другими людьми. Рука. Это взаимодействие с другими людьми. Социальные контакты. Что считается, что когда человек ломает руку, он хочет прервать социальные контакты. Социальные контакты для него болезненные. Поэтому вам нужно здесь обратить внимание на то, как вы выстраиваете свои социальные контакты, для того чтобы выстраивать их в более комфортной форме. Иначе сломы, переломы могут повториться. Особенно с учетом той проблематики, которую вы описали. Следующее. Над чем работать? Чтобы мнение знакомых, не авторитетных людей о моей физической сущести не тревожило меня так сильно, не триггерило. Над принятием, дополним принятием того, что с вами происходит. Я полагаю, это такая история. Какую фразу отвечать в ответ на такие выборы? Смотрите. Я думаю, что фразу вы способны придумать сами. Для каждого человека фраза будет своя, потому что вы чувствуете того, кто является вашим собеседником так же индивидуально. Но лучше будет, если эту фразу будете придумывать вы сами, но только руководствуясь уже не рэкетным чувством, которые вы описываете, а более, так скажем, естественным, более, так скажем, приемлемым. Вообще, глобально у меня складывается такое впечатление, что вы попали в некую такую череду неприятных моментов, да, и вам продемонстрировали то отношение преувеличенное. Преувеличенное. Возведенное, может быть, до абсолюта, которое вы сами хотели бы. То есть, вы хотите, может быть, поддержки, может быть, вы хотите на кого-то опереться, но у вас ощущение, что вы должны справляться со всеми. Я думаю, что так. Конечно, я могу ошибаться, остаться бы вопросами, но если мы не берем в расчет последнее мое высказывание, то все остальное, то что касается контекста вашего взаимодействия с этой женщиной, то это касается всего-всего, совершенно так. Другой вопрос, как вы собираетесь работать? Тут вы говорите, над чем работать. Может, человек сам, грубо говоря, над собой работать? Ну, это невозможно. Возможности для самоанализа и рефлекции, интроспекции, самопомощи достаточно ограничены. Поэтому, если вы не можете принять и прожить какие-то моменты, то от того, что вы узнаете, что это нужно делать, вы не сможете их прожить, у вас стоит блок. И нужно вам помочь этот блок снять. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы говорите. Вот вы пишите, как оправдать нападение, но не грубо. У меня с этой проблемой. То есть, либо вы отвечаете слишком грубо, либо вы отвечаете слишком мягко. Это проблема контакта с вашими чувствами. И работа предполагается именно с ними. Основание выражения своих чувств и эмоций. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует.